Добрый день! Я хочу представить и задать несколько вопросов двукратной олимпийской чемпионке и тренеру по спортивной гимнастике Елене Замолочиковой. Елен, первый вопрос, который волнует всех родителей, это в каком возрасте отдать детей в спорт? Я считаю, заниматься спортом нужно отдавать ребенка в 5-6 лет, но приобщать к спорту можно начать и в 3 года, в специализированных группах, чтобы ребенок уже умел общаться с другими детьми и как-то не боялся, допустим, зала. До 3 лет мой совет, что родители могут заниматься и сами с детьми, да, какой-то лечебной гимнастикой, но опять же это должен быть комплекс, разработанный профессионалами, никакой самодеятельности ни в коем случае. Какие виды спорта вы рекомендуете для мальчиков и какие для девочек и почему? Вы знаете, каждый родитель должен сам решать, в какой вид спорта отдать его ребенка. Я бы посоветовала спортивную гимнастику, потому что это один, наверное, из видов спорта, который динамично развивает абсолютно все мышцы, то есть ноги, руки, спина, растяжка, да, то есть ребенок динамично развивается во всем. Поэтому, на мой взгляд, для начала занятия вообще каким-либо спортом, спортивная гимнастика – это самый лучший вид спорта. Лен, а какие необходимые составляющие должны быть в занятиях для малышей? В первую очередь, это тренер должен заинтересовать ребенка, это элементы игры, элементы поощрения, и ни в коем случае не выделять проигравших и выигравших, то есть как-то найти такие нюансы, чтобы похвалить каждого за что-то свое, за какие-то свои заслуги, какие-то достижения. Поэтому малышам нужно влюбить в спорт. Как привить ребенку любовь к спорту с самого детства? Ну, в любом случае, любовь к спорту должна идти из семьи, и можно заниматься в игровой форме, даже дома, но только самыми простыми какими-то упражнениями. А потом, когда вы уже отдали ребенка в спорт, то только помогать, поддерживать, подбадривать. А вот если ребенок не хочет заниматься спортом, не хочет идти в спортивную школу, стоит ли заставлять? Вы знаете, безусловно, стоит, потому что дети в раннем возрасте не до конца понимают, что это полезно, что это нужно, что это дисциплинирует, что это здоровье. И я считаю, что в пределах разумного, конечно, если уж совсем ребятенок, как-то прям, ну никак, тогда нужно поискать какое-то другое занятие, все-таки заинтересовать ребенка чем-то. Ну а если, допустим, ребенок подвижный и все-таки хочет заниматься спортом, может быть, поменять тренера, может быть, поменять вид спорта. Но обязательно нужно заставлять. Что бы вы посоветовали родителям, которые планируют отдавать детей в большой спорт? В первую очередь, это ничего не бояться и, конечно же, не вмешиваться в тренировочный процесс. То есть тендем тренера ученика должен быть стопроцентный, и родители зачастую могут навредить. Поэтому доверяйте тренеру, как-то подстегивайте ребенка, подбадривайте его. И если вдруг наступает такой момент, что у ребенка, да, там что-то не получается, и, ну, вы знаете, что уже отдано очень много, и это просто минуты слабости, то ни в коем случае не надо жалеть, не надо там как-то раскисать, а наоборот сказать то, что у тебя все получится, ты давай вперед, давай дерзай. Субтитры сделал DimaTorzok